Родилась я в деревне Новый Чувашка, на Берековский район, 22-го года, 1-го февраля родилась. Происхождение какого? Какого я могу быть происхождения? Не из дворян же. В советские времена не было в Севастополе горожанина, который не слышал бы о Марии Байде. Многие были знакомы с ней лично. За два с лишним десятилетия работы в местном ЗАГСе её зарегистрировано свыше 60 тысяч браков и более 70 тысяч новорождённых. А во время Великой Отечественной, будучи санинструктором и разведчицей, Мария Карповна совершала бесстрашные подвиги, в том числе вступая в рукопашный бой с фашистами, за что была удостоена звания Героя Советского Союза. Это не просто Герой Советского Союза. Она при жизни, её фамилия и имя уже были на доске почётных граждан Севастополя. А этого были удостоены немногие. Но я вам хочу сказать, что я её знала с детства, потому что в своё время именно она брала мою маму на работу в ЗАГС, потом она была её заместителем, да. И Мария Карповна я знала с рождения, да. Я знала, что это очень добрый человек, очень порядочный человек. Автором пьесы «Марусина счастье» стал директор театра юного зрителя Андрей Маймусов. Воплотил её на сцене актёр и режиссёр Владимир Соловьёв. Идея появления спектакля была поддержана безоговорочно. И в эти праздничные майские дни севастопольцы смогут оценить новую постановку, а юное поколение узнать о жизни и подвигах почётного гражданина города-героя. Мария Байда – почётный житель Севастополя, почётный гражданин Севастополя. И о ком, как не о ней, ставить спектакль. И почему до сих пор не поставили, непонятно. Вот, потому что ей есть и барельеф, и она у нас, да, вот, такой легендарный человек в городе. Давно должно было быть это. И, наконец-то, мы к этому пришли. Нет, возьмите меня в разведку, я вам и коня на ходу, и горящую хату. Отставить, старшую сержанка. По словам авторов, в спектакле зрителям будут представлены отдельные, самые важные периоды жизни Марии Карповны Байды, связанные с её юными годами, военным временем и мирной жизнью. И это, так сказать, художественный пересказ. То есть, это, естественно, не документальный фильм, не документальный спектакль, не док-театр. Это художественный пересказ, наше видение, то, о чём мы знаем о ней, да, то, что она прошла, и какие-то наши фантазии по этому поводу. Первые показы спектакля «Марусина счастье» на сцене Севастопольского театра юного зрителя запланированы на 8, 18 и 19 мая. Билеты можно приобрести в театральной кассе и онлайн. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро.